Локомотив провел невнятный сбор, второй сбор, он был очень странным, его показывали на 1х ставке, что несколько уменьшало возможности увидеть, что происходило в матчах и, соответственно, сделать какие-либо выводы по тому, что было увидено. Однако какие-то определенные все-таки картинки мы с вами увидели, какие-то эпизоды 10-минутные мы с вами видели и в целом впечатление свое по Локомотиву на этих сборах составили. Локомотив покинула большая группа футболистов, она действительно была большой и она действительно была достаточно важной для Локомотива, эта самая группа и делать вид, что ничего не произошло, это довольно глупо. Да, можно не заметить потерю Антона Коченкова до того момента, как Гильерми не сломается, до того момента, как нам не понадобится вставить ворота запасного вратаря и у нас на позиции запасного есть только Савин и Худяков, но это мы увидим тогда, когда и если с Гильерми, не дай бог, что-нибудь случится. Однако не заметить потерю Чорлуки и не заметить потерю Мухина довольно тяжело. Да, можно не заметить потерю Владислава Игнатьева, мы всю весну играли без него, можно не заметить потерю Эдера. Вы все мечтали о том, чтобы Эдер наконец-то покинул наш клуб и поэтому, когда он наконец ушел, можно вздохнуть свободно и говорить о том, что кто угодно лучше Эдера. Но по факту это не так, к сожалению, но не заметить потерю Чорлуки, не заметить потерю Мухина невозможно. Чорлук это лучший центральный защитник в российском чемпионате, Мухин это лучший российский опорник, собака, которая выгрызает мячи. Сегодня Гильерми это еще раз, еще одно мнение от человека, который в клубе находился и в футболе что-то понимает, мы сегодня его еще раз получили. Гильерми сказал, что Мухин лучший опорник России и в целом с этим, наверное, ну в какой-то мере, по крайней мере, можно согласиться. Этих футболистов не стало, но Николич делает вид, что да все нормально. Ну подумаешь, не стало Чорлуки, не стало Мухина, играем в тот же самый футбол, в который играли до этого. И все вторые сборы мы очень сильно огребали от этого решения Николича. Николич говорит о том, что мы будем пробовать какие-то новые схемы, по факту никаких новых схем на сборах не наигрывалось. Возможно, что-то втайне и практиковалось, но на товарищеские матчи выходили играть по ромбу периодически. Да, вот сегодня мы увидели модель, в которой Федор Смолов играет десятку и Рефаджи Малединов тоже играет десятку. И только один форвард это Камано, но по факту это все та же модель игры, только один из форвардов опускается чуть ниже для того, чтобы чаще получать мячи. Этим форвардом стал Федор Смолов. Является ли это хоть сколько-нибудь серьезным преобразованием игры Локомотива? Честно говоря, мне кажется, что нет. Вообще ни на что особо не повлияло, но разве что Федор Смолов действительно стал гораздо чаще обращаться с мячом. Только зачем это нужно было делать, я так и не понял. Проблема, главная проблема Локомотива, она осталась сзади. И многие матчи этой весны, которые прошли под знаком того, что Локомотив там одержал рекордную победную серию, ну или близкую к рекордной, и проиграл вообще всего только один матч Зениту, зато 1-6. Многие из этих матчей проходили достаточно на Тоненького. И матчи со Спартаком были на Тоненького, и матчи с ЦСКА были на Тоненьком, с Краснодаром. И, ну, многие, многие из этих матчей, в принципе, в теории могли качнуться в другую сторону, если бы соперникам повезло чуть больше, Локомотиву повезло чуть меньше. Футбол это, в принципе, игра случайности, это нормально. Но доминирования Локомотива над соперниками не было. А теперь представляем, что из этого клуба убирают две ключевых фигуры в обороне. Что происходит? Происходит хаос, разброд и шатание. Сегодня мы увидели что-то очень похожее на хаос, разброд и шатание в стане Локомотива в обороне. Мы такое уже видели в прошлом году, в осенью, когда, например, играли с Ахматом. Тоже команда бегала не пойми куда, не пойми чем занималась. То же самое мы видели в матче с Зальцбургом, решающим, в котором совершенно непонятно, чем занимались футболисты. И в целом по осени много таких матчей было, в которых Локомотив, получая первый удар, потом разваливается и не понимает, что ему нужно делать и что он вообще хочет от этой жизни. Модели игры, в которые Локомотив пропускает первым, а потом забивает и выгрызает победу, я, честно говоря, уже давно не помню. Возможно были, но, собственно, начиная с января этого года, все матчи, которые Локомотив выиграл, это те матчи, в которых он забивал первым. Как только он пропустил первым, он пропустил вслед еще шесть. Локомотив выходит на матч с Зенитом абсолютно прогнозируемым составом. Единственное, что изменилось по сравнению с матчем с Целья, последним товарищеским матчем Локомотива на сборах в Австрии, это выход Куликова, а не Рыбчинского в центр поля. Таким образом, в воротах у нас стоял Гильермия, играл, или стоял, не знаю уж, как сами решите. Справа играл Сельянов, в центре Мурила играл и Пабло, слева играл Мац и Рыбузь. Нижней частью импровизированного, уже не ромба, а скорее нижней частью пятерки полузащитников был Дмитрий Баринов. Два центральных полузащитника Крыховик и Куликов, над ними Смолов и Рифаджа Маледдинов в атаке одинокий Комано. Схема 1-2-2-1, если, ну 4-1-2-2-1, если вы играете в футбольный менеджер, это такой вот столб по центру совершенно без флангов. Как мы пытаемся играть без флангов, я совершенно, честно говоря, совершенно не понимаю. У нас за фланги отвечают Мац и Рыбузь и Саша Сельянов, которые в целом провели не такой уж плохой матч, по сравнению, по крайней мере, с другими футболистами «Локомотива». Но о какой-то опасности, которая бы регулярно исходила с флангов, врывания, прострелы и все такое, говорить вообще не приходится. В сравнении, опять же, с тем же «Зенитом», который сегодня нас затерроризировал, это вообще не выдерживает никакой критики. И там с одного фланга Дрюси влетает, с другого фланга Малком влетает, где-то по центру там Азмун стоит, пытается собирать отскоки подборы. И кроме них есть еще и Дуглас Сантос и Караваев, которые влетают. В общем, защищаться довольно проблематично. И сравниваем с «Локомотивом», который просто вот одним таким вот столбом по центру атакует, пасуется. Защищаться от этого, ну, честно говоря, большого труда не представляет. И особенно непонятно, как в этой ситуации должен себя Камано ввести, потому что, ну, это игрок, который должен получать мячи на скорости, должен вбегать. Кто-то должен от него отвлекать защитников для того, чтобы он мог главные свои козыри включать. Собственно, сегодня что сделал Камано? Он на фланге, ну, самое полезное, да, он на фланге неожиданно принял мяч, ворвался в штрафной и выкатил его Федору Смолову. Это мог, в принципе, быть первый гол в этом матче, но не стал им, к сожалению. Все дальнейшее, это борьба Камано внутри штрафной, это был просто какой-то смех. Ну, это вообще не то, чем должен заниматься Франсуа Камано. Кто этим должен заниматься? Наверное, Зе Луиш, но Зе Луиша не существует в составе «Локомотива». Ну, по крайней мере, мы его уже полгода как не видим, уже больше полугода не видим ни в товарищеских матчах, ни в настоящих матчах. Ну, один раз вышел по весне, что-то там где-то побегал и пропал совсем с концами. Проблема совершенно очевидная у нас есть с доставкой мяча в штрафную, с тем, кто будет забивать, с тем, как они планируют забивать. Мы возвращаемся на уровень год назад, тогда, когда «Локомотив» за матч мог забивать или ноль мячей, или один гол какой-нибудь совершенно случайный. Весна, которая дала нам надежду на то, что «Локомотив» будет забивать много, и там были матчи, в которых мы забивали по 3-4 гола, она как-то исчезла. Если посмотреть на товарищеский матч «Локомотива», мы первый сбор провели и забили много голов. Ну, а во втором с «Рапидом» 0, вот основной состав с «Рапидом» 0, с «Арисом» 1, с целью 1. Причем один гол с «Арисом» в проигранном матче – это гол со штрафного прямым ударом «Рыбуся». Повторит ли он его когда-либо, мы не можем гарантировать. И гол с целью – это автогол. Что мы создали с игры, что мы забили – ничего. Это огромная проблема, при том, что соперники не сказать, что какого-то супервысокого уровня. Это было бы ничего, но, к сожалению, на это, на наше неумение играть в позиционную атаку наложилось… Я даже не знаю, как это назвать. Безалаберность. Были хорошие там первые 20-25 минут, в котором «Локомотив» достаточно концентрированно играл. И в целом я могу похвалить «Рыбуся», я могу похвалить «Сельянова», могу похвалить «Мурила» за игру в целом. Но потом в какие-то моменты «Локомотив» просто выключался на ровном месте. И «Зениту» даже думать не нужно было, ничего придумывать, ничего фантазировать, для того, чтобы забивать голы в ворота «Локомотива». Это очень странно, это необъяснимая вещь. Гол, в котором спокойно мы разводим мяч от своих ворот, Гильерми на Пабло, Пабло на Крыховика. И вдруг Крыховик вместо качественной передачи катит мяч по центру, так что его может перехватить Кузяев. Крыховик не готов к этому матчу. Крыховик, его заменили на 60-й минуте, на 70-й. Он не был готов к этому матчу, он не был готов на товарниках. Это было очевидно просто совершенно. Мы смотрели эти товарники, я их даже комментировал. И было полное ощущение, что Крыховик физически не готов к этому футболу. Ему нужно еще несколько недель, возможно, для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы перезагрузиться. И играть в хороший футбол. В тот, который Крыховик играть умеет. Что мы видим? Сегодня он выходит. И чем запомнился Крыховик? Обрезом чудовищным совершенно. И в целом абсолютно блеклой игрой, когда он не успевал за соперниками. Когда он не успевал за атаками локомотива. Наносил удары там 40 метров за чем-то. Ну, в общем, крайне не в тонусе. И при этом футболисты, которые в целом прошли предсезонку и прошли ее не так уж и плохо. Пускай они молодые футболисты. Бабкин прежде всего. Или Максим Петров, которого сегодня даже в запасе не оказалось. Но они прошли эту предсезонку. Они хорошо смотрелись. Они смотрелись хорошо на уровне тех же самых соперников. С которыми Куликов, Рыбчинский, Антон Миранчук, Федор Смолов смотрелись плохо. Их не было. Мы поставили на Крыховика, на опыт и получили то, что получили. Второй гол нам его потрясающе совершенно показывал режиссер трансляции. Когда Камано чуть не забил и не сравнял счет. А потом, ой, Азмун оказывается уже в пустые ворота закатывает. Что это было? Как это можно объяснить? Когда, ну, просто идет банальнейший заброс по центру. И вдруг оказывается, что у нас, ну, даже не заброс, а пас такой вот, какой-то низом проходит. Один игрок не успевает прервать. Баринов просто на это смотрит. Два защитника очень широко друг от друга располагаются. И один Азмун стоит такой, принимает мяч. Ой, как здорово, неожиданно и приятно. Ну, как это можно? Как это можно объяснить? Это никак не объяснишь. Это не контратака была. Это не, не знаю, там какой-то обрез от локомотива, когда футболисты не ожидают, что дальше пойдет по центру какая-то атака. Нет, ничего такого. Просто футболисты плохо расположились на поле. Просто они не вступили в ту борьбу, в которую должны были вступать, да, если говорить про Дмитрия Баринова. Просто Пабло полетел в подкат спасать, хотя, ну, наверное, все-таки разумнее было попытаться остаться на ногах. Там от спасения его не миллиметры отделили. Там мяч прокатился, наверное, в метре от ног Пабло и его подката. Я не могу это объяснить, я не могу это понять. Ну и третий гол, когда разводим от ворот, Пабло пасует очень сильно на Гильерми. Гильерми не может принять этот мяч, а Гильерми прессингует, закатывает в пустые ворота, а это уже как вишенка на торте. В очередной раз локомотив просто разваливается, пропуская гол, второй гол и не может ничего предложить взамен. Мы видели на этом чемпионате Европы, как сборная Швейцарии отыгрывается с 3-1 против сборной Франции. Локомотив бросает играть при счете 2-0. Ну, не совсем бросает, но, опять же, ощущение того, что футболисты сконцентрированы, что они готовы, да, при счете 2-0 вырывать зубами результаты и стараться что-то сделать. Я этого не увидел у большинства футболистов, к сожалению. Можно как угодно относиться к Суперкубку. Я тоже много раз говорил о том, что Суперкубок для меня это турнир, в котором, ну, товарищеский матч с повышенной ответственностью. Но не то, чтобы я как-то очень сильно был бы рад, если бы локомотив вот синепременно выиграл Суперкубок. И не то, чтобы я очень расстроен поражению локомотива в этом матче. Но когда локомотив выходит биться за трофей на глазах своих болельщиков, а болельщиков было, ну, достаточно большое количество, Я не понимаю, как локомотив может играть, ну, настолько плохо. Плохо в атаке, потому что они ничего не могут предложить, ничего не могут интересного соорудить. И плохо в обороне, потому что расхлябанность, безалаберность. Я не понимаю треугольника Баринов, Криховик, Куликов, во что они должны были играть. Каждый из них провел матч на отвратительном уровне. Баринов не вступал в те единоборства, в которые он должен вступать. Криховик обрезал и не помогал впереди, так как он должен. А он лидер, он лучший игрок этой команды, он должен сейчас брать игру на себя. Пока не приехали другие легионеры, дай бог, высокого уровня, Криховик остается главной звездой локомотива. И эта главная звезда показывает футбол хуже, чем футбол Сергея Бабкина в товарищеских матчах. Я не понимаю, чем занимается Куликов на поле, зачем он нужен. Точно так же я бы не понял, чем бы занимался Рыбчинский на позиции восьмерки или кто-либо другой. В целом вся вот эта вот конструкция, она не работала. Она не способна была доставить какие-либо проблемы Зениту. Мы не отбирали мяч высоко, мы не отбирали мяч сразу после потери, мы не проводили быстрых атак. Зачем все это было нужно? Зачем нам нужно пять полузащитников, расположенных узким таким вот, не знаю, как эта фигура называется, типа домика с крышей вниз? Я не понимаю. Это смотрелось, ну первые 20 минут было весело. Когда атаки на одни ворота сменялись атаками на другие ворота. Когда Зенит более-менее приспособился, когда Зенит поставил шлагбаум на пути нашего центра. Смотреть на это было скучно и неинтересно и с вполне себе определенным результатом. Да, была возможность у Камано забить, наверное, главное, наверное, самое серьезное. Хороший навес получился у Рыбуси, между двумя защитниками он попал. Но Камано есть Камано. Мы много раз об этом с вами говорили, вы спрашивали мое мнение по Камано. Камано хороший футболист, Камано качественный игрок. Как основной нападающий локомотива на серьезные матчи, я Камано не воспринимаю. Мне не нравится эта идея. Я не представляю, как мы собираемся играть в Лиге Европы с форвардами Камано, Зе Луиш, Смолов и Лисакович. Как мы собираемся сбивать там голы, не знаю. Отдельный вопрос, наверное, по Антону Мирончуку. Он сегодня вышел во втором тайме. Сборы он, можно сказать, провалил. Говорят, что у него есть повреждения, говорят, что он играет через боль. Сегодня он вышел, он был хорош. Сегодня многое перестроилось после того, как мы пропустили второй гол. И убрали Криховика с поля, убрали Куликова с поля, Сельянова с поля убрали. В общем, там большие перестановки пошли. И, возможно, как раз Зенит уже 2-0 вел. Ему было особенно неинтересно сопротивляться локомотиву и играть с той же степенью активности и концентрации, как в начале игры. Но Антон находил свое пространство, Антон находил мяч, Антон находил хорошие развивающие передачи. И в целом, в целом, наверное, был неплох. Ну, жалко, что опять ничего не получилось. Очень жалко, что Антон не готов, судя по всему, играть 90 минут, как не был готов этого по весне. И, опять же, ничего не изменилось за это лето, за это межсезонье. Антон Миранчук хоть и играл товарищеский матч по 90 минут, выходит на состав на Зенит. И мы снова видим, что Антон это опция в запас, а не в основу. Очень грустные впечатления от локомотива. Очень большая тревога перед стартом нового чемпионата. Я не понимаю, зачем, что полезного локомотив извлек на сборах. Я прекрасно видел, как локомотив поработал на зимних сборах, и это было круто. И мы видели, что вот новая схема, вот новые игроки. Да, пускай молодые, но вот Пабло, который влился в состав. И на зимних сборах была очевидно проделанная работа. Я когда смотрел летние сборы, у меня было полное ощущение, что команда не то, что не развивается, она деградирует. Первый сбор прошел отлично, мы забили там 6 голов. Ворота Олимпии, не такого уж слабого клуба. И потом с каждым следующим матчем локомотив играет все хуже, все непонятнее. Николич ничего не меняет. Николич уверен в том, что вот эта вот основа, она отлично себя проявит. И вот сейчас мы выйдем на официальные матчи, и вот эти вот ребята будут играть здорово. И все это прекрасно мы видели с предыдущим тренером локомотива, у которого тоже была основа. Люди, которым он полностью доверяет. И ребята, которые могут как угодно хорошо себя проявлять на сборах, все равно шанс особого не получат. Сегодня, если бы Баринов не сломался, я уверен, что Бабкин бы на поле не появился. И в целом, наверное, и не появится в ближайшее время. Но опять же, если только с Барой там не все будет в порядке. Очень грустно, очень негативные впечатления. И такое ощущение, что мы просто в очередной раз потеряли там два месяца с окончания предыдущего сезона. Какие у нас приобретения? Это Нинахов остался в запасе, это Зинович, который остался в запасе. И Никитин, который в запас даже не попал. Это даже не приобретение, но, по крайней мере, пока сейчас не говорят о том, что его отдадут в аренду. Вроде как, соответственно, на футболист основы. Ни одного из них мы не увидели в этом матче. Нам говорят о том, что нам нужен опорник. Но бокс-то-бокс восьмерка. И глядя на сегодняшний матч, очевидно, нужен. Нам говорят о том, что нужен центральный защитник. Но я не понимаю, как локомотив собирается забивать. Мне кажется, что локомотиву нужна очень большая перестройка и большое количество новичков. Но уже мы с этим очень серьезно опоздали. И теперь, даже если и купим кого-то, эффект от этого, дай бог, к сентябрю увидим. А то и к январю. Все, я наговорился. Спасибо, что выслушали. Давайте посмотрим, что вы пишете. А вы пишете довольно много. А, нет. Это у меня старая трансляция подгрузилась. Так, Пумпон 7. Вопросы к Николичу. Очередной разгром не много ли? Много разгромов. Это мне совершенно не нравится в Николиче. Мне совершенно не нравится то, что локомотив не умеет держать удар. Отсутствие волевых побед тоже не красит эту команду. И Николича мне не нравится внятное отсутствие изменений по ходу игры. Такое, которое бы переламливало ход плохо складывающейся встречи. Чаще всего, если мы пропускаем первый, мы пропускаем второй. И после этого нас могут добивать и забивать по 5-6 голов. Мне это категорически не нравится. Провал ли это Николича? Ну, вот я только что 20 минут говорил о том, что мне не нравится. Я не верю в 4-4-2 ромб или вот его модификацию 4-1-2-2-1 с Смоловым на позиции десятки вместо того, чтобы быть нападающим. Я не верю в эту схему с этим набором игроков. Я об этом говорил на подкастах весной о том, что, ну хорошо, вот сейчас это работает. Но как только пойдут какие-то, кто-то из этого состава начнет выпадать, ромб будет сыпаться и он просто не будет работать. Ну вот из состава выпало два очень важных человека. И в итоге вообще непонятно, во что и как играет Локомотив. Приветики. Все еще считают, что Мухин это не потеря для Лока. Мухин классный футболист. Считаю ли я его потери невообразимой для Локомотива? Нет, я не считаю его. На мой взгляд, заменить Мухина можно, а еще лучше, если Локомотив заменит схему, в которой Мухина, ну просто, не будет позиции для человека, которого в Локомотиве нет. То есть Мухин ушел, все, эту позицию вычеркиваем, играем в два центральных полузащитника. Как это делают все команды во всем мире, без какого-то ярко выраженного опорника, вот такого, который вперед не ходит. И нормально у них получается. Мы же уперлись вот в эту часть, в которой есть некая позиция над защитниками. Ставим на нее то Баринова, то Макеева. Получается с командами серьезными довольно хреново. И из-за этого вынимаем мячи из сетки. Но я напомню то, что мы 1-6 от Зенита выгребли с Мухиным. И это просто, это плохо работает. Это не то, что вот Спаситель Мухин сейчас бы пришел, и мы бы Зениту не проиграли. Нет, это так же плохо было и пару месяцев назад, когда Мухин у нас еще был. Тем привет, что это было? Это было поражение от Зенита. Очередное у Николича с Симаком. Говорят, в четырех матчах три поражения, два проигранных Суперкубка, в чемпионате проигрыш 1-6 и ничья. Пока Симак и Зенит Николичу вообще не дается. Причем не дается так, что даже близко не подходим к тому, чтобы обыграть этот питерский клуб. Получается, Николичу так до сих пор не удалось вырастить этой команде яйца. Да вот непонятно, непонятно, что с этой командой происходит. И непонятно, да, все же смотрели трансляцию, из тех, кто, наверное, здесь приходит. Команда проигрывает 1-0, команда проигрывает 2-0. И нам показывают скамейку, все такие сидят. И только упошили на наушник в ухе, и он такой, как будто очередной альбом Нирваны скачал и кайфует, сидит. Ну, то есть, вообще нет ощущения, что для команды происходит что-то важное. Это тоже мне непонятно. Я могу понять, когда мы так таварники играем, ну, проиграли 0-3, ничего страшного, да, команда на поле, команда должна через это пройти. Но вы играете в матче, на который пришли болельщики за вас болеть. Ну, Локомотив не имеет права просто, ну, проиграли и проиграли, и хрен бы с ним. Люди приехали из Москвы в Калининград, чтобы за вас поболеть. Пожалуйста, сделайте хотя бы вид, что вам не насрать на то, что происходит на поле. Что за кринж-музыка? Я не знаю, я даже колонки, ой, наушники не включал. Вообще ничего не показали. Состав тот же, запал, пропал, травмированный, как были, так и остались. Трансферов нет. Ощущение, что мы как сезон закончили матчем с Уралом, так и прошла неделя, и мы опять играем. Да, к сожалению, нет. К сожалению, не неделя прошла, а прошло два месяца, из которых Локомотив потерял значительное количество очень важных для себя футболистов. Не заменил их вообще никем. Очень тревожно за сезон. За сезон непонятно. Ну, то есть, сколько мы еще будем ждать этих новичков, сколько мы будем еще там торговаться по ним, зачем нам нужен Е2 и Е2 понятно, и почему никто не говорит, не бьет в набат в очередной раз, что у нас хрень какая-то в атаке, что вообще некому играть, что мы в очередной раз надеемся на то, что у нас Федор Смолов завезет сезон. Ну, сколько можно надеяться на то, что Федор Смолов завезет нам сезон? Ну, мы выиграли золото в сезоне 17-18. Это было, блин, три года назад. Три, три полноценных года уже прошло. И каждый раз после этого мы надеемся, что, ну вот, Федор Смолов нам сезон завезет. Три года не завозил. Четвертый, давайте еще один год начнем. Четвертый, на четвертый год Федор Смолов точно раскроется. Нет, нет, и на позиции десятки он нам сезон не завезет. Это не Алексей Миранчук. Не купил абонемент, пока не расстроен. Я тоже не купил абонемент, но я планирую походить на несколько матчей. Я завтра планирую сходить на матч Казанки. Я, хоть это нигде, по-моему, нигде не афишировалось, но завтра матч Казанки с Нижегородской волной на Сапсан-арене. Я планирую завтра туда сходить и поход на стадион буду транслировать здесь на Твиче. То есть, вот как мы выйдем из метро, я подрублю онлайн-трансляцию, и вот мы пройдем все вот эти вот кордоны и посмотрим два часа этого матча замечательного вместе, посмотрим составы и так далее. Так что приходите, я думаю, что это будет достаточно интересно. Я думаю, что я схожу на пару матчей Локомотива, но, скорее всего, чуть-чуть попозже, когда жара спадет. Вот, где-то ближе к концу августа, наверное, выбрал пару матчей на то, чтобы сходить. Конец августа, сентябрь. Может быть, тогда и трансферы уже подвезут. Теперь можно брать Лигу Чемпионов. Да. Как Рангник мог допустить Е2? Не его стиль, игрок непримечательнейший. Ну, я не знаю, какой стиль у Рангника. Если вы думаете о том, что Рангник берет только молодых футболистов, то вы не знаете трансферов Рангника в Зальцбурге. Например, был такой футболист, как Ромальо. Играл против Локомотива. Его, правда, бесплатно забрал Зальцбург. Но из того же самого Байера, 27-летний. А был, например, такой футболист, как Максимилиан Вобер. Его купили за 10 миллионов евро. Зальцбург. За 10 миллионов евро. Ему там тоже было порядка 23-24 лет. Так что, такие трансферы тоже совершаются. Мне не нравится. Едва я об этом говорил еще на прошлом стриме. Ну, какой-то он такой, вот прям вот ни о чем. Я люблю, когда у футболиста есть какие-то яркие стороны, за которые можно, вот, ты вот смотришь и глаз цепляется. Едвай был очень перспективным. 6 лет назад, но 6 лет прошло. Едвай сейчас это самый обычный игрок. Это, конечно, не Райкович, да, безусловно, не Райкович. Это игрок, который в сборной Хорватии еще вот в прошлом сезоне играл. И, в целом, в общем-то, ну, нормально играл. Потерять место в Байере, это не то, чтобы какая-то такая, ну, типа, Байер это настолько плохой клуб, что если ты сидишь там на скамейке, то ты, скорее всего, полнейшее дно. Нет, я подозреваю, что никто из футболистов Локомотива не подберется даже близко к тому, чтобы выходить на поле в Байере. Вообще никто. Ни из обороны, ни из атаки никто, да. То есть то, что там Едвай сидит, это ничего плохого о нем не говорит. Но при этом сам Едвай, ну, это просто, просто футболист. Мне кажется, что просто футболиста можно было купить за миллион евро еще где-нибудь в июне. А то и не покупать, а подписать свободного агента. На тот момент их было очень много. А сейчас мы будем тратить деньги на приобретение 25-летнего футболиста из Байера, но при этом еще одного такого-то неяркого футболиста в обойму Локомотива. Зачем нам неяркие? Понятия не имею. Допустил ли это рангник или его вообще не спрашивали? Понятия не имею. Ситуация, в которой рангник вроде есть, а вроде нет, сорн вроде есть, а вроде нет, меня дичайше раздражает. Вообще вся медиа, все, что вокруг Локомотива творится, медиа в пространстве, меня дичайше раздражает. Я могу только бомбить и орать по этому поводу. Рокко Шимич, 17 лет, Лиферинг. Ну, уже в Хорватии успел поиграть. За Шибенек, нет, не за Шибенек, за Локомотиву Загреб. Родился в Милано, неожиданно. Ничего не могу сказать по этому поводу, но... А как ты их приобретешь, этих молодых футболистов, в Локомотив? Как и зачем? Ну, будет у тебя 17-летний парень, и что ты с ним будешь делать? Ты отдашь его в аренду в Казанку, он там играть не может. Ты его зарегистрируешь, это будет минус один легионер. И чё? Классно. За, представь, если пол чатика придет смотреть стрим. Ну, я, скорее всего, тогда очень сильно обогащусь, если пол чата придет смотреть стрим. Очень сильно обогащусь, если пол чата придет тихо молчать. Ну, и так неплохо, 90 человек. 90 человек, это хороший показатель. Тим, может быть, этот разгром имеет внутреннюю кухню, связанную с приходом нового менеджмента. У игроков и тренера чувствуется неопределенность с их будущим в новых условиях. Не исключаешь ли ты внутренних конфликтов по линии тренер, опытные игроки, молодежь? Я ничего не исключаю, когда речь идет о локомотиве. К сожалению, нету никакой информации, по которой можно было бы хотя бы как-то косвенно ориентироваться. Мы не получаем информации от руководства, от Плутника или от Леонченко. Мы не получаем информации от Бедря. Вот его сегодня поймали, задали ему вопрос, он что-то ответил. Почему нельзя эту информацию дать на официальных ресурсах клуба, а не какому-то левому чуваку, который к тебе подбегает с камерой? Ну, это вот нормальное введение информационной политики вокруг клуба? По-моему, крайне ненормальное. Почему? Ну, то есть, ты знаешь, что оказывается у нас Сорн это технический директор. Но говоришь об этом не в телеграм-канале Локомотива, а в телеграм-канале, не знаю, там, Сергея Егорова футбольного биги. Это вот что? Это 2021 год, новое веяние в журналистике? Я этого не понимаю. Есть ли конфликты? Ну, как мы можем об этом судить? Я не нахожусь внутри клуба. Может быть, есть конфликты. Может быть, Николич посрался с Антоном Ирончуком. Может быть, они там все душа в душу живут, и все Николичу благодарны и счастливы под руководством. Но при этом с Леонченко и Плутником у них контры. И Леонченко их матом кроет на каждой тренировке. Но вот мы видели, что довольно они тепло общаются, когда медали вручали. Какого-то такого, скрипя зубами, или как Тарасов целился в кикнадзе из костыля, ну, такого вроде не было. Не знаю. Но ощущение того, что Локомотив это какая-то такая вот дружная семья, один за всех, все за одного, и готовы с горы свернуть, у меня тоже не возникает. Обсуждаем встречу с болельщиками. Что по матчу вопрос, что это вообще такое. Встречу с болельщиками мы обсуждали чуть ранее. Соответственно, стрим на Твиче еще хранится. По матчу, ну, вот это типичный товарищеский матч. Только для одной команды с хорошими нападающими, с хорошими игроками он завершился взятием ворот. А у нас, у нас вот не завершился. Но вообще, это вот типичнейший товарищеский матч, как он есть. Когда команды позволяют себе не особо концентрированно играть, не особо бояться ошибок. Ну, ошиблись и ошиблись. К сезону не готовы, увы. Но это было понятно. То есть, после последнего, ну, мы, собственно, на всем этом стриме, посвященном встрече с болельщиками, говорили об этом. Ощущение того, что сбор прошел впустую, и команда совершенно не готова к старту. Да, есть еще неделя. Сейчас за эту неделю ноги посвежеют, нагрузки спадут, и побежим. Но ощущения того, что команды готовы к сезону, нулевые. Просто нулевые. Тим, как оцениваешь феерию Гилли, особенно в свете его интервью? Ну, интервью, это, во-первых, одно из немногочисленных интервью, данных футболистами Локомотива в этом межсезонье. И это хоть что-то, и это хоть какая-то отдушина для нас, да? Потому что было только интервью Николича, представление новичков, интервью Мурилова для клубного канала. И вот теперь интервью Гильерме. Хорошо. Вот. Гильерме сегодня сыграл плохо. Это касается не только голов, не только первого гола, в котором он не среагировал на удар Кузяева, не только третьего гола, в котором он не принял мяч Пабло, не выбил его сразу, например, в касание, да, понадежнее сыграть, а попытался принять. Это, в общем-то, ну, бывает, да. Не та ситуация, в которой буду критиковать Гильерме. Но когда там на пятой минуте он не зафиксировал мяч, летящий ему в грудь, это уже вопросы. На выходах не особо работал не то, как привыкли мы от Гильерме. Это тоже вопросы. Быстрые атаки, да, к которым мы привыкли, чтобы Гильерме начинал, я сегодня ни одной не увидел. Ну, короче, Гильерме тоже провел товарищеский матч, в котором, ладно, хорошо ударил Кузяев, ладно, ну, хороший гол сейвом портить не надо. Вот что-то такое. Ну, если бы это был не суперкубок, а какой-то важный матч или матч чемпионата, я бы серьезно бомбил по такой игре Гильерме. Ну, потому что это полнейшая безалаберность, и так играть в футбол нельзя. Тем более, капитану команды. Если уж капитан у тебя играет так, то что требовать от остальных футболистов? Ну, давайте дождемся матча с тульским арсеналом. Недолго ждать осталось, и тогда уже будем делать выводы по тому, действительно ли команда в разобранном состоянии, действительно ли она не умеет забивать, действительно ли в обороне такие проблемы, какие сегодня показал нам Зенит. Или же это просто, действительно, один матч на суперкубок, который команда, в общем-то, и не планировала выигрывать. Нагрузки повлияли на невзрачность игры в лок, или это разговор в пользу бедных? Не знаю, но команда уже давно вернулась из Австрии, и если это не какой-нибудь там фактор акклиматизации на пятый день, как бывает иногда говорят, то, ну, какие нагрузки? Ну, уже давно должно было все спасть. Ну, с другой стороны, опять же, ну, не знаем мы, как готовилась команда, да, мы можем об этом знать, только если бы Николич дал какое-нибудь внятное интервью, которым бы сказал, что да, вот мы будем подводить команду к пику формы на сентябрь, сейчас будут какие-то небольшие проблемы, возможно, игроки будут немножко с тяжелыми ногами, надеемся пережить этот период с наименьшим потерей очков, у нас там много футболистов, бла-бла-бла. Ну, во-первых, футболистов у нас мало, а во-вторых, никакого интервью мы с вами не дождемся. Привет, Денис. Никогда не поверю, что сохранить Мухина было бы дороже, чем сейчас покупать иностранца на его место. Много нюансов, начиная с того, что Мухин просто может не хотеть играть в локомотиве, а хотеть играть в ЦСКА. Второй нюанс, это то, что ты даешь деньги Мухину и всем остальным молодым футболистам ты уже должен будешь давать деньги точно так же. Не даешь Мухину, но зато сохраняешь всех остальных футболистов. Давать Мухину, там не знаю, сейчас Мухину 2 миллиона, потом Титкову миллион, потом Петрову миллион, потом Сильянову миллион, потом Шаркову миллион, потом Миронову миллион и пошло-поехало. И это было бы серьезно дороже. А не давать ты уже не можешь, потому что, ну как, ты дал одному, дал второму, дал третьему, а чем следующий хуже? Почему ты его объединяешь? Нет, должен придерживаться одних и тех же вещей. Если это стратегия, система, которая будет работать в 100% случаев, окей. Но если мы будем одним даем, другим не даем, да, то есть какого-нибудь Мухина мы не продлеваем и не даем ему денег, а какого-нибудь человека, который приведет непосредственно Леонченко а-ля Никитин, мы будем продлевать и давать ему большой подписной бонус, ну тогда большие вопросы к этому руководству. Нет, это чисто три ошибки из-за того, что они еще не хотят начинать сезон. Если бы мы забили, все было бы иначе, даже при 0-1. Но футбол был бы другим, мы бы точно не раскрывались так, чтобы получить, там, не знаю, второй галешник, да. Второй галешник случился из-за того, что на своей половине поля внезапно оказалось только три человека, хотя у Зенита позиционная атака, да. Ну, Локомотиву проще играть, когда мы ведем в счете. С другой стороны, вот был товарищеский матч с Арисом, мы вели в счете 1-0, а потом два стандарта и Локомотив дважды пропустил. Ничего нельзя сказать, ничего нельзя утверждать. Можно утверждать только то, что футболисты Локомотива в данном конкретном матче были сильнее футболистов... Ой, футболисты Зенита были в данном конкретном матче сильнее футболистов Локомотива индивидуально и по физической форме. Они были быстрее, они были редче и лучше исполняли свои обязанности на поле. Как же смеется Юр Жирков, подписывая 1 плюс 1. Как относишься к назначению Цорна? К назначению Цорна я отношусь двояко. И для того, чтобы понять, как я к нему отношусь, мне надо понимать, какой функционал у Цорна. То есть, если это некая техническая роль при Рэнгнике, который организовывает ему пребывание в Москве, пребывание в России и какие-то там организационные мероприятия, да, допустим, Рэнгник хочет собрать тренеров Академии и предоставить им свою там философию, рассказать, ответить на вопросы и все такое. Да, и нужно организовать это так, чтобы было максимально хорошо. И этим будет заниматься Цорн. Я не имею вообще ничего против. Насколько я знаю, Цорн неплохой организатор, неплохой человек, который такие вот любые мероприятия любого уровня сложности может организовывать. Не знаю, за какие деньги, но в любом случае для Локомотива это деньги непринципиально большие. Если же Цорн приходит на роль человека, который является глазами Рэнгника в Локомотиве, проповедником его идей и, соответственно, связующим звеном между Плутником и Рэнгником, меня эта история вообще не устраивает, нисколько, ноль просто. Я буду категорическим хейтером вообще всего того, что замутили, потому что мы только дискредитируем назначение Рэнгника и в целом назначение европейского человека, который может хорошо повлиять на клуб, тем, что даем вот эту вот прослойку в виде жулика и шарлатана, который будет работать на свой карман. Меня эта история категорически не устраивает. Сейчас все люди посмотрят, люди увидят то, что так, ну пришел Рэнгник, Локомотив сливает, Локомотив подписывает Едваев, Локомотив там совершенно не зарабатывает и будут думать то, что ну значит эта схема не работает, значит так не нужно, значит нужно брать своих, брать Кирилла Котова, брать там Панченко, брать Корнеева. И вообще не смотрите на этих европейских людей, которые вам там что-то в уши втирают. А дело не в том, что Рэнгник такой плохой, такой сякой, а в том, что вместо того, чтобы взять Рэнгника на работу, вы взяли Цорна на работу, который под видом Рэнгника с вас деньги стрижет. Катастрофка. Ты уже в Ютубе не будешь вещать? На данный момент у меня контракт с Твичом еще на полтора месяца, до конца августа. В конце августа решится, будет ли продлен этот контракт и на сколько, или он просто закончит свое действие, и мы тогда разойдемся полюбовно, и я вернусь к стримам на Твиче и Ютубе, как это было всегда раньше. Да ладно, мы просто заманиваем и расслабляем соперников. Ждем чемпионства. Отношение к Суперкубку у меня ровно такое, что если по окончанию этого сезона Локомотив выиграет кубок или, не знаю, там займет первые два места, попадет в Лигу чемпионов, я даже не вспомню, что был такой Суперкубок и как мы его сыграли. Вот честное слово. Я, в принципе, матчи Локомотива помню достаточно неплохо, но мне пришлось лезть в поисковик, чтобы смотреть, как мы сыграли Суперкубок перед сезоном чемпионским 17-18 года. И после того, как я уже залез в поисковик, я вспомнил, что это был матч со Спартаком, в котором там был Луис Адриану, который наступал на Тарасова, мы его проиграли и все такое. В целом вообще плевать будет. Но если мы сейчас, это окажется не случайностью, а тенденцией, и после этого матча мы сейчас там выйдем на Арсенал и не возьмем 3 очка, потом выйдем на... кто у нас там во втором туре? ЦСКА не возьмем там... проиграем, условно говоря, ЦСКА, хотя ЦСКА в нынешнем состоянии нужно обыгрывать. И в целом по сезону мы там начнем с того, что будем обитать на 8-9-10 месте, но это был контрольный матч с повышенной ответственностью. Он должен показывать готовность Локомотива к сезону. Я не вижу, что Локомотив готов к сезону. Короче, было просто жарко. Да, да, жара, еще и футбол играть, ну господи. Проседаем, нет качества, никто стабильно его не может дать. Молодежи много, а у кого учиться? Я не видел сегодня много молодежи. Это вот тоже одна из таких, типа, ой, много молодежи. Какая молодежь? Баринов, который 96-го года рождения, которому 25 лет, это молодежь. Куликов, которому 23 года, это молодежь. Кто? Кто там был молодежь? Сильянов? Сильянову двадцатник. Двадцатник на правом фланге обороны. Охренеть, молодежь. Нету, нету молодежи в Локомотиве, нету. Вот выпустили Бабкина, это молодежь. Бабкин 2002 года рождения, 19-летний парень играет. Это молодежь. Но все остальное, это люди, которые уже в самом соку своем. Смол должен был забивать в первом тайме. У него был тяжелый момент. Мог забить, но момент был тяжелый. Я думаю, что ближе всего к голу подобрался Рифаджи Маледдинов. Когда он с левой ноги пробил мимо дальнего угла, если бы это была не левая нога, а правая, то, может быть, залетела бы. Много паники навели из рядового поражения Зениту. Много паники из-за того, что Локомотив все товарищеские матчи, включая этот суперкубковый, вообще не понимает, как им забивать голы. Вот есть в этом небольшая паника. Все остальное, конечно, то, что проиграли Зениту, само по себе, меня бы вообще не торкнуло. Если бы Локомотив играл хорошо, там где-то моменты не забивались, а у Зенита залетели. Ну, ладно, окей. Окей, ладно. Но я просто до момента, когда Зенит уже окончательно бросил играть, я Локомотива на поле видел только первые 15-20 минут. Крых на Дизморале плюс он и прошлый сезон до сборов не ахти играл, а он может, не вкатываясь, играть в самом начале после трансфера. В игре со Спартаком он был крут. Видимо, Дизмораль и Хейт поляков на него повлияли. Мне физическая форма не нравится Крыховика. Ладно, там, то, какие он решения на поле принимает и все такое. Мне физическая форма Крыховика не нравится. Он много борьбы проигрывает. Он мало бегает, не то, что должен делать человек в начале сезона. Может быть, его реально нагрузили, да, после того, как он приехал чуть-чуть опоздав, да, Крыховик приехал позже всех. Возможно, его просто нагрузили гораздо сильнее, чем всех остальных, поэтому сейчас он играет вот только на час готов играть, и то не в очень высоком темпе. Да, это такое возможно. Опять же, мы ничего об этом не знаем. Можем только догадываться. Появилось ощущение, Чучундра, 1-2-3-4-5, что не работает ромб против Зенита. Но есть такое впечатление, когда мы проигрываем очередной матч, что ромб против Зенита не работает. 9-1 за два матча с ромбом получить вообще не работает. Чувствуется, что Питер использует на максимум ресурс из русских и из легионеров. Баблища не сравниваем, просто мы не извлекаем. Вот что досадно. Да, это, в общем-то, одна из тех мыслей, которые я достаточно давно в чате говорю, что да, лимит на 8 легионеров – это так себе история для развития российского футбола. Но давайте спросим себя, локомотив эти 8 легионеров использует на сколько процентов? Мы сейчас имеем вообще в принципе 6 легионеров, 6, да, то есть двух еще нету. Один из них – это Зелуиш, который не играет 7 месяцев. 7 месяцев человек не играет, но занимает легионерское место. Один из них – это Крыховик, который, в принципе, классный футболист, но вот сегодня он играл плохо, он был не готов. Один из них – это Маций Рыбус, который, ну, неплохой футболист. Да, ну, ни рыба, ни мясо. Один из них – это Камано, который полгода вообще не забивал, не отдавал голевых передач, но потом вот вроде как начал играть, и, ну, что-то более-менее нормальное. Один из них – это Мурило, который непонятный совершенно парень, который то играет хорошо, то играет плохо, сыграл весь сезон, но его не взяли в олимпийскую сборную Бразилии. И в целом, ну, вот можно ли считать Мурило ведущим игроком российской премьер-лиги? И один из них – это Пабло. Сколько людей из этих шестерых являются одними из лучших на своей позиции в российской премьер-лиге? Пабло? Окей, ладно, он вошел в список 33 лучших, хотя есть вопросы по этому. И Крыховик? Два. Два из восьми – одни из лучших игроков на своей позиции. Два из восьми. Есть ли перспектива для улучшения Локомотива для того, чтобы стать одним из ведущих клубов российской премьер-лиги? Мне кажется, есть. Мне кажется, есть куда Локомотиву развиваться. При этом, да, вот, сравните, мы сегодня играем с Зенитом. Азмун – один из лучших на своей позиции, безусловно. Малком – один из лучших на своей позиции, безусловно. Дриуси – один из лучших на своей позиции. Ну, есть вопросы, но, да, там, по крайней мере, точно не хуже, чем Камано. Вендал – один из лучших на своей позиции? Наверное, нет, но тоже, опять же, весьма сравнимо с нашими лучшими. Бариус – один из лучших на своей позиции, да, безусловно, это один из лучших футболистов. Ракицкий – один из лучших на своей позиции, да, можно так сказать. Дуглас Сантос – безусловно, лучший левый защитник. Ловрен. Ну, есть вопросы, но тоже это один из очень ярких футболистов. Как с ними соревноваться, когда ты только двух можешь противопоставить им, а шесть у тебя просто для количества? Про ромб уже многие высказались, что в новом сезоне ромб уже все изучат и не будет эффективен. Не знаю, как Николич это не понимает, но мне кажется, к сожалению, сезон, мне кажется, будет провален. Ну, это вы по одной игре с «Зенитом», которую мы и в прошлый раз с ромбом проиграли, решили, что все изучили. Нет, давайте пока все-таки не будем забегать сильно вперед до конца сезона. Проигран матч с «Зенитом», ведущим клубом России. Если вы вдруг забыли, то «Зенит» — это чемпион России последних трех лет. Это команда, у которой бюджет в три раза больше, чем у ближайшего преследователя. А этот ближайший преследователь не «Локомотив», это «Спартак». А за «Спартаком» уже «Локомотив». Рангник был на матче? Да кто ж его знает. «Локомотив» разве про такие вещи будет говорить? Это же какой-то рангник всего лишь. Как думаешь, почему эти сборы получились такими, какими получились? Очень бы хотел получить ответ на этот вопрос. Очень бы. Это, наверное, самый главный вопрос, который меня на данный момент беспокоит. Почему эти сборы получились такими, какими они получились? Я не знаю, Антон Голяс. Ощущение, что просто команду в какой-то момент забросили и стали заниматься какими-то другими совершенно делами. То есть, команда, ты живи, а мы потратим эти два месяца на то, что будем договариваться с рангником. А потом, вот сейчас два месяца потратим на то, чтобы обеспечивать рангника рабочими местами и в целом обустраивать его рабочее место. А потом еще полгода потратим на то, чтобы не мешать рангнику, он там что-то делает. Через полгода он представит вам результаты своей деятельности. Интересно, что теперь скажет рангник, который все это на стадионе смотрел. В принципе, интересно, что скажет рангник. Физика, они под нагрузками, что ли? Сейчас, по ощущению, к сезону лучше всего готовы бомжи и порося. Антон играл 20 минут, Малком 90, как стоячий. Вот да, ну вы видели, да, на последних минутах просто Антон бежит изо всех сил. Малком мимо него на каждые 10 метров плюс метр отрыва от Антона. А что, а по сути, что Николич мог поменять схему? Я так и думаю, конечно, но не понимаю, какая бы схема подошла под наш состав. Такое чувство, что у нас постоянно на одной-двух позиции недобор серьезный. Ну, хотя бы, да, хотя бы попробовать немножко видоизменить схему. Ну, если нету у тебя шестерки, ну не надо туда совать Баринова. Ты получаешь и минус шестерку, и минус Баринова, потому что все надеются на то, что он сыграет там хорошо, а он сыграет там плохо. И в итоге провал за провалом. Сделай так, чтобы у тебя была схема, в которой два человека, один другого страхуют. Правда, этими людьми были бы Баринов и Крыховик, потому что у нас нету яиц, и мы не можем поставить сильнейших, а не тех, у кого имена звучнее, но, по крайней мере, они бы друг другу страховали. Нужен рывок в РПЛ в условиях одного матча в неделю. Правда, вопрос, насколько это реально. Ральф, спаси, сохрани. Ты хотел новичков до сборов, но если сборы полные лажа, то даже если бы они на них были, ничего особо им не дало. Дало бы, конечно бы, дало. Тим, как думаешь, потеря Игнатьева большая потеря для нас, но она, скорее всего, скажется, потому что Игнатьев это россиянин хорошего, опытного, хорошего уровня с опытом, плюс еще универсал. Я так понял, что в Рубине он вернулся на позицию правого защитника. Это скажется по сезону, в плане того, что в какой-то момент нам нужно будет, опять состав весь будет уставший, нужно будет выпускать свежих и опытных, а у нас будут только уставшие и молодые. Остальные конкуренты не изменились особенно. У ЦСКА нет иностранных плеваний, Хорват на чемоданах, Краснодар без распродажи, Сочи перестраивается, Рубин тоже думает о еврокубках, натораживает разве что стоит на Спартак и Динамо, но увидим, тут лажать нельзя. Но не хочется вообще внимания обращать на соперников, хочется, чтобы Локомотив сам развивался. Да, другие тоже лажают, да, это нам оставляет определенные шансы на то, что у других тоже все плохо, но меня это вообще никогда не радовало и не устраивало. Лучше пусть у других будет хорошо, они купят интересных, молодых, классных игроков, но у Локомотива тоже будет все хорошо, и тогда Лига будет сильная, но и Локомотив будет сильным, и в хорошей конкуренции мы будем становиться еще сильнее. А так, ну да, мы играем среди говна и будем чуть лучше, но потом мы полезем в Лигу Европы и нам укажут на четвертое место. А четвертое место в Лиге Европы, оно на самом деле гораздо болезненнее, чем четвертое место в Лиге Чемпионов, потому что, ну, ты смотришь, а, ну слушайте, ну мы играли-то с кем-то, ну мы играли с Атлетик, с Ювентусом играли, ну понятно все, ну Red Bull Salzburg, смотрите, какие они классные, ну понятно все, почему мы четвертые. А тут, извините, четвертое место в Лиге Европы, оно очень реально, и у нас уже там ЦСКА на четвертом месте были, а до этого Краснодар был на четвертом месте в Лиге Европы. И это очень болезненно. Это по самолюбию ударит... Сильно, очень сильно. Веришь то, что будут изменения по тактике после этого матча? Я думаю, что на Арсенал мы не будем выходить так, как мы выходили на Зенит. Но по поводу того, что будет изменение там в какой-то схеме, не знаю, не знаю. Но состав, скорее всего, будет другим, другим. Палыч, вернись. Может ли покупка крутой восьмерки изменить облик, дать буст, как покупка Пабло, покупка Е2? Покупка Е2 ничего не даст Локомотиву. Покупка Е2 это на случай, когда вылетит там Мурила, или наоборот, поставить Е2 и Пабло, и на случай, если вылетит Е2 или Пабло, у нас будет Мурила. То есть это просто программа обязательная, программа минимум, чтобы не выходить с Артуром Черным или с, не знаю, там, Морозовым, с Ваньковым, кто там будет. Просто программа минимум. Это то, что у нас просто нету игрока на эту позицию. Мы отдали Лысцова, у нас ушел Черлук, а все. Игрока на эту позицию нет. Надо взять Е2. Буста это не даст. Буст восьмерки, да. Восьмерка это, ну вот, я смотрю на Локомотив, в котором есть Криховик, и рядом с ним, например, Куликов, или рядом с ним, например, Рыбчинский, и мне плакать хочется. Ну, не подержать мяч, не развить атаку, не развернуться, резко побежать вперед, не обвести, ничего. Ну, просто футболист. Просто он есть. На каком-нибудь уровне арсенала тульского, ну, наверное, это будет работать. Но когда на тебя набрасываются одновременно Венделл и, ну, не знаю, кто там, допустим, Кузяев, ну, ты видишь, что все, паника в глазах, и человек не понимает, что ему делать. Привет, что за слив сегодня был. Такое чувство, что очередной товарняк на сборах. Играли без цели и задачи. Так и было. Товарняк, очередной товарняк на сборах. Веришь, что Баринов сможет вернуться на свой уровень после нашей ТО-медслужбы? Я думаю, что Баринов уже вернулся на свой уровень, но делает, занимается не теми вещами, которыми он должен заниматься на поле. Хотя сегодня упал, и это довольно... Ну, не знаю. Страшновато. Сейчас Баринову потеряем. А что вообще тогда делать? Нам, как всегда, нужен наб, как ушел Ньесе, немножко насладились фариком, и снова та же песня. Так и есть. Тим, когда клоуна Лока из ворот уберет, есть же ваш воспитанник в химках, почему не берут? Я не знаю, почему не берут Лантратова. Не то, чтобы он наш воспитанник, просто он в свое время в локомотиве побывал, и из локомотива ушел. А так он воспитанник Коноплевской службы, если не ошибаюсь. А Гильерме, ну, когда он будет плохо играть, тогда, наверное, и уберут, пока не дает поводов. Нам нужны ментально дикие. Вот, про клоуна Лока из ворот. Ты будешь убирать Дюпина после того, как он играл с кем? Со Спартаком? Ну, с химками, с химками. Первый же матч, кубка-матч-премьер, когда он выходил, бежал мимо мяча куда-то, пустые ворота, оставлял три раза за игру. Ну, наверное, ты не будешь убирать Дюпина с ворот. Наверное, ты считаешь Дюпина достаточно сильным вратарем. Как думаешь, Едвай будет играть вместо Мурила или на фланге вместо Сельянова? Я думаю, так и так будет играть. Ну, Едвай всю свою карьеру не мог определиться, правый он защитник или центральный. Он и правый защитник хреновый, и центральный не особо. Поэтому вроде как футболист сильный, вроде как нужно его ставить в состав, ну, давайте справа. Ну, что-то не очень. Давайте в центр. Ну, что-то не очень. Давайте справа. Что-то так себе. Давайте в центр. Поэтому я думаю, что периодически он будет играть и справа, и в центре. Ну, сильного правого защитника у нас по факту нет. У нас есть перспективный Сельянов, который может вырасти во что-то хорошее, но сильным он не является. Рыбчинский сильным не является, Живоглядов сильным не является. Да, там Рыбчинский тоже с перспективкой. А играть нужно. Ну, поэтому почему бы не Едвай? Но будет ли Едвай сильным? Тоже вопросы большие. Каждый раз говорят на камеру, мы играем для болельщиков. Что скажешь по поводу Цорна? Уже сказал. Леонченко, убирайся. Хорошо, что нет трансферов. Было бы глупо нанять Рагника и самим кого-то купить. Пусть лучше Рагник освоится и начнут давать плоды. Возможно, это будет не сейчас и даже не в это трансферное окно. Надо подождать. Нормальный менеджмент только начинает строиться по сути с нуля. Терпим, надеемся, что в будущем Рагник начнет давать плоды работы. Не согласен вообще. Нету ничего плохого в том, чтобы купить нормальных футболистов здесь и сейчас. Не надо покупать плохих футболистов. Опять Зенит в августе. Ну, в августе-то мы с ними 0-0 сыграем. Тим, всегда очень жду твои стримы. Очень нравится. Спасибо большое, что ждете. Спасибо большое, что пишете, комментируете. Едвай понятно, но вопрос не в возрасте, а в качестве. Неужели Ральф не в курсе? Ну, мы еще посмотрим, насколько Едвай хорош или плох. Может быть, он просто в Байере не раскрылся? Мы же не знаем. Мало ли случаев, когда человек в одном клубе играет плохо, и этот клуб высокого уровня, но он там не может раскрыться, не может в состав попасть. Тренеры его там не видят. Но потом он уходит в другой клуб, и внезапно оказывается, что футболист сильный. Еще раз напомню, Едвай это футболист сборной Хорватии. Сборная Хорватии это вице-чемпион мира, и он был в составе этой сборной на чемпионате мира 2018. И он играл в составе сборной Хорватии в дальнейшем на отборе к чемпионату Европы, который Хорватия, в общем-то, достаточно уверенно прошла. Да, он не попал в состав итоговый, потому что он вернулся в свой гребаный Байер и не играл, но тем не менее. Говорить о том, что это плохой футболист, не приходится. Футболист качественный, но не звезда мирового футбола. Не настолько, чтобы играть в Байере. А Байер это команда крутая. Если бы он играл в основе Байера, мы бы его не купили. Как и любого другого футболиста, который играет в составе хорошего клуба и стоп-5 чемпионата. Разве Баринов не играл бы в Барри, если бы не Кресты тогда? Я думаю, что нет. Я думаю, что Баринову надо начинать с чего-то попроще. Если вообще надо. Я не уверен, что Баринову надо уезжать из России. Связываешь ли ты не подписание трансфера с агентской политикой Лока? Нет, я связываю не подписание трансферов с тем, что мы никак не можем выбрать нормального футболиста. Тот прикол, что Байер продает скамеечника за 6-7 миллионов евро, а Рубин продает в Селтик всего за 5 миллионов Карла Старфельда. Ну, мне кажется, 5 миллионов достаточно адекватная цена за Старфельда. Он уже не молод. Тима, ты стримы теперь будешь вести на Твиче, а не на Ютубе? Уже отвечал полтора месяца до конца августа буду на Твиче без онлайнов на Ютубе. А дальше посмотрим. Что думаешь о всей этой гиперкубовской движухе с форматами? Мне нравится то, что изменяются форматы. Я очень рад изменениям формата в ПФЛ и в ФНЛ. В ПФЛ особо ничего не меняется, но в ФНЛ отличные изменения. Мне это очень интересно. Я думаю, что ФНЛ действительно станет очень прикольным соревнованием. Может быть, наконец-то перестанет быть таким вот отстойником для плохих футболистов. По РПЛ мне не нравится вот эта вот система из 24 туров. Она неадекватна, не объективна и лучше извратиться и сыграть 30 полноценных туров, чем не играть их вообще. Там же очень смешно говорят о том, что схема Юпитер подразумевает то, что будет гораздо больше топ-матчей. Но по факту мы просто берем двухкруговое соревнование и из него убираем 6 рандомных матчей у каждой команды. И это может быть, не знаю, там, выпадет Спартак за пределы первой четверки, допустим, займет 5 место по итогам соревнований. И у него уйдут матчи с ЦСКА и с Зенитом, которые займут там первые два места. Это что? Это у нас будет больше топовых матчей? Нет, выглядит как будто у нас будет меньше топовых матчей. Больше их будет потому, что у нас будет потом на топ-6 дополнительный чемпионат, в котором еще 10 туров. И это да. И это, конечно, больше топ-матчей. Но может быть, мы сделаем тогда так, что у нас будет полноценный чемпионат на 30 туров. А после этого плей-офф. Как вам идея? Нова? Инновационно? Возьмут меня в гиперкуб? Закрытая политика внутри лока это прям совок, что происходит, но болельщиков не касается. Не перестану любить лока. Любите лока. Мы все настоящие, результаты разные бывают. Про товарищеский матч согласен с тимом. Но любить-то лока мы точно не перестанем. Хочется просто понять, что происходит и понять, почему так происходит. У меня, как болельщика Рубина, схожие чувства просто так бездарно слили кубок париматча. Но кубок париматча не грех слить. Это я тебе скажу, как болельщик команды, которая сливала кубок париматча, чтобы затем выиграть чемпионат России или там кубок России, что мы там после этого выигрывали. Кто выигрывает кубок париматч, затем сосет в чемпионате. Я вот так вот скажу. Я только сейчас понял, что после ухода Черчесова все перестанут называть товарки контрольными матчами. Сегодня собрались с Ежифаном, в итоге увидели фиаско, наверное, не надо собираться на Зенит, что в прошлый раз, что сейчас вышло не очень. Феди без комментариев, зато покупаем едвае. Ну и крых вообще не готов. На фоне полной неготовности бросается в глаза то, что ромб уже не работает, его уже все разобрали. Почему все-то, господи? Мы играем с Зенитом с одним, и уже второй человек пишет о том, что все разобрали, все, просто все разобрали. Вот мы уже с кем не играем, вот с Зенитом сыграли, все разобрали. Давайте хотя бы, не знаю, соперников пять посмотрим, и может быть все-таки не все разобрали, может быть, кроме Зенита в чемпионате России еще кто-то играет. Что я не знаю, Зенит как будто это, знаете, сыграли за суперкубок с командой с ФНЛ какого-то, и такие, ну раз уж эти разобрали наш ромб, ну тогда уж точно что говорить про остальных. Но Зенит это топ команды России, я не знаю, может быть, вы пропустили прошлый сезон, но Зенит это топ команды России. Может быть, вы позапрошлый сезон пропустили, позапозапрошлый, мало ли. Быстрые атаки кому давать? На Комано, на Смолова, на Рифата. Всем мир, счастье, новой медиа-команде и опыта наберутся. Пока нет ощущения, что существует эта новая медиа-команда. Пока есть ощущение, что есть Бедарев, который пытается заниматься всем и ничем одновременно. Какой состав оптимален на твой взгляд на игру с Тулой? Гжегаш вряд ли успеет набрать форму с Барой что-то. Изменения явно напрашиваются. Не знаю, не знаю. Если никого нового не подвезут, то Гелермия справа, Сильянов, Мурило, Пабло, Рыбузь. Я бы, наверное, попробовал Макеева выпустить с ним более-менее спокойненько. Точно никакого Куликова, никакого Рыбчинского. Блин, тяжело. Тяжело. Наверное, ну, опять же, Баринов, непонятно, что с ним. Наверное, я бы выпустил Макеев-Крыховик, два полузащитника. Над ними тройка. Это Антон, Рифат и Смолов, наверное, да, если уж не хотят его форвардом ставить. И над ними Камано, что-нибудь такое. Или Лисаковича выпустить. Лисаковича нападающим. Сложно сказать. Мы же не видели. Ну, было бы это в товарниках, я бы мог сказать, так, вот это работает, вот это не работает. Черная форма, все. Ну, вполне допускаю, что больше мы черной формы не увидим в этом сезоне. Если бы мы проиграли Файкл в Суперкубке 0-3, а тут все-таки команда, которая лучшая в стране, не первый год. А если Николичу провернуть новый финт и найти в казанке нового Мухина? Можно. Как думаешь, что может дать немец клубной вертикали, что же там так изменится? Ну, я думаю, что в первую очередь должно измениться общение между различными департаментами клуба, а не то, как это сейчас парадически происходит, без какой-либо систематики. Да, то есть, как я читал, что важная вещь, которую сделал Рангник в своих клубах, это то, что сборы все команды проходят, ну, то есть, все, кроме Академии, да, там вторая, третья команда, они проходят в одном месте и все друг с другом постоянно общаются. Вот у тебя есть локомотив, вот у тебя рядом тренируется казанка, вот у тебя рядом тренируется молодежный состав. И все тренеры между собой общаются, все тренеры видят друг друга, все футболисты видят друг друга, все футболисты между собой общаются. И нету такого, что, не знаю, там Бабкин переходит в основной состав, и у него рот открытый от того, что он смотрит на Крыховика. Перанчук. Нет, ну все со всеми общаются Все понимают, куда им надо стремиться И они сходу, там, 18-19 летний парни Занимают место в основе И тренер видит не потому, что ему кто-то где-то сказал Он сам видит на тренировке о том, что Вот этот парень явно выделяется Вот, молодец А у нас как? У нас основа в Австрии Казанка в Подмосковье Замечательно А где молодежка, вообще никто не знает Потому что инстаграм молодежки был заброшен Добавь в закладки Расмуса Хойланда 18 лет стоит 200 тысяч Будущий Холланд Но он уже, я так понимаю, почти Холланд Из Купенгагена В команде с 1 июля Датчанин, 18-летний В юношеской лиге 15 голов в 27 матчах В суперлиге 0 плюс 0 в 4 В трех играх Ну не знаю, пока не выглядит Мне кажется, я видел его Мне кажется, я натыкался на него по Вайскауту Как же ты близок к истине? Я думаю, так и будет ссорно Будет пилить бабки Нет доверия у меня к этим выскочкам из ФК Чинуши У меня есть доверие Я пока ничего не негативного, ничего не буду говорить Пока есть вопросы к тому, что происходит в медиа Есть вопросы к тому, что это лето было провалено Этот июнь, этот и пол июля Но доверие у меня есть И заранее критиковать и выбирать худший из возможных сценариев Я точно не буду Это не про меня Кто принимает решение по легионерам в РПЛ? Все вместе РФС должен Выпустить регламент Но РФС должен его согласовать с Минспорта Минспорта должен согласовать с Правительством И так далее ФКЛМ Ньюс пишет, что затраты на Рагника и Цорна 5,5 миллионов в год Но не только же на этих двоих Там целый штат приезжает И если они будут развивать игроков И продавать их на 10 миллионов То, в общем-то, какая разница, сколько они получают Леонченко обещал выиграть Лигу Чемпионов Не обещал Точнее, меня вот это очень сильно раздражает Что взяли слайды Интерпретировали их так, что там и не написано То есть я уже слышал о том, что Леонченко пообещал Выиграть Лигу Чемпионов в ближайшие 5 лет То есть даже такое люди прочли в этой презентации И теперь давай стебаться над этим Зачем? Почему? Настолько люди вообще не хотят врубаться в происходящее Не хотят каким-то образом вникнуть Что же там написано в этой программе Зачем она нужна и так далее Лига Чемпионов Локомотива Вот это они идиоты Ну тупые Лига Чемпионов О господи Ну, это как-то слишком низкий уровень Вам не кажется? Был и Рагник В Спортэкспрессе фото есть Не хотите Дэвиташвили подписать? Нет Не хотим По таланту он вряд ли станет хвичей Кто сильнейший, если не Баринов и Крыховик? Ну В хорошей форме, конечно, Баринов и Крыховик сильнейшие Но здесь и сейчас я уверен, что Бабкин с листа бы сыграл лучше, чем любой из этих двоих Все три кубка выигрывал Юрий Палыч Когда уже Антона вылечат и накачают, чтобы он, наконец, полноценный сезон провел Никогда Покупать легионера за 6 миллионов и держать на лавке в ситуации в 8 легионерах Ну, когда ты покупаешь центрального защитника, когда у тебя уже есть два центральных защитника Ну, так или иначе, получается, что да Держать на лавке Другое дело, что, во-первых, с чего взяли про 6 миллионов Во-вторых, едва еще не приехал В-третьих, он может играть правым защитником Николичу меньше, чем за год с его согласия привезли трех центральных защитников и трех нападающих Опять нам не хватает игроков на этой позиции Кажется, Николич совсем не умеет выбирать нужных ему игроков Ну, фактически, его креатуры это Райкович и Комано То, что достоверно известно Райкович совсем мимо, Комано, ну, нормальный игрок Играет и пользу приносит У нас в третьем ЦЗ Маккеев Зачем едвай? Чтобы качество давать По поводу едва, я думаю, что по качеству это будет как Печинович или около того В то же время, учитывая, что уровень нашего чемпа ниже Бундеслиги, то есть шанс, что он будет чувствовать себя более уверенно и раскроется Да, я уверен, что едвай будет хорошим, нормальным, хорошим игроком на уровне российской премьер-лиги Ну, то есть ничего плохого точно не будет Мы просто многое говорим о том, чтобы покупать игроков на вырост, на развитие Либо таких, которые прям сходу станут лучшими футболистами в российской премьер-лиге Это не про едвая Едвай будет хорошим футболистом на уровне российской премьер-лиги И у едвая нет перспективы на то, чтобы стать и быть проданным в европейский клуб за сумму превышающую, чем то, за сколько его покупают Ну, просто вот нет Если бы она была, то его бы Байер продал бы не нам, а в Германию в ту же Но сам по себе едва это нормальный футболист Вопрос в том, зачем нам нормальный Зачем мы расширяем обойму, а не инкрустируем ее бриллиантами Давай будем честны Игра печальная, мало что изменилось ХЗ, что они делали на сборах Старфельду 26 лет и игрок основы Но Старфельду 26 лет, он толком не играет за сборную Швеции У него там 3, по-моему, матча, 3 призыва Он игрок не самой сильной команды России Почему он должен стоить дорого? Может быть, если бы вы его засветили в Европе Дошли бы там до полуфинала Лиги Европы И Старфельд был одним из лучших по статистике То его бы у вас купили там миллионов за 10 Он бы и в сборную Швеции стал бы призываться почаще А так, ну, абсолютно достойная цена Я бы даже сказал, что не мало Почему так много появилось желающих вернуться на весна-осень? Не забыли про все минусы этой системы Ведь это дичь, когда клуб попал в игрок кубки Там через полгода играет только Но у нас на самом деле очень сильно развито мышление Мышление, что если мы при весна-осень выигрывали кубок UEFA То надо вернуться на весна-осень Если у нас там, не знаю, после вакцинации сбил автомобиль То это из-за вакцинации Если мы выиграли кубок UEFA после весна-осень Значит, это из-за весна-осень Вообще никого не волнует то, что тогда у нас бюджеты были сравнимы С лучшими клубами Европы Вообще никого не волнует, что к нам тогда ехали топ-легионеры Нет, это все весна-осень сделала Теперь мы хотим вернуться в весна-осень Ну и второй аргумент это то, что типа Ой, ну мы зимой играем, а летом не играем А мы хотим играть зимой, мы хотим играть летом Хотя по факту вот сейчас мы сделаем календарь на 38 туров И мы сейчас 30 туров не можем впихнуть Мы постоянно играем, начинаем в середине июля И играем до конца декабря, а потом в феврале начинаем Как они еще 8 туров собираются впихнуть А это, извините, месяц примерно, а то и два Я не понимаю Так что это просто будем тупо играть зимой без перерыва Да, там двухнедельный перерыв на Новый год Спартак выиграл кубок париматча, так что верим, что твои слова станут пророческими Едва я уже наводка от Рагника или Цорна или Нихрукдела Никто не знает Какой гиперкуб ты на контракте у Твича? А зачем тратить Лока 6 миллионов на Едвае? На рынке свободных сейчас Никола Максимович, бывший клуб Наполь Максимович... говна кусок Зачем тратить 6 миллионов на Едвае? Вопрос огромный Пока... Пока есть цифра 4 миллиона на Едвае Я думаю, что она скоро сменится еще меньшими цифрами Потому что Едвае 4 миллиона тоже не стоит 2 миллиона на Едвае потратить Это уже вообще очень даже неплохо Если бы не лимит Если бы не лимит То покупить Едвае за 2-3 миллиона Это вообще я бы... Классно, шикарно Ну, или лимит не по заявке А вот 7 плюс 4, как у нас было Вообще идеальный топчик Купили классного игрока Который может сыграть на многих позициях в обороне При этом он хорошего уровня Проблема в лимите И проблема в том, что Локомотиву конкретно здесь и сейчас Нужны игроки яркие Как я Максимовича котирую? Никак Игрок Очень невысокого уровня Монголя Монголя ничего не знаю Максимович играл в России Играл, ну как Появлялся на поле после Спартака По нему есть представление Кто это и что это По Монголя ничего не знаю Как тебе этот товарищ Играл заметную роль В сборной Томас Лам 27 лет Национальность Фин Место рождения При этом Амстердам Почему-то Игрок Без клуба Он 27 лет 27 лет Зачем он нужен? Изволя К тому же Изволя был Так себе командой Хороший парень Дисквалификация На 4 матча Дисквалификация На 3 матча И за красный Неплохо Такой Немножко любит Судя по всему Подраться на поле Не дай бог Играть в такое Лето как сейчас Но это тоже Очередная история Про то что Футбол надо играть Летом Но Почему-то Когда температура Становится плюс 35 Люди даже Выйти на улицу Не хотят И говорят о том что Ой какая плохая погода Ой Фу фу Устал Устал Но нет Футбол надо играть Летом Летом Хотя у нас летом На юге Могут быть плюс 40 Температура Вообще не спадающая И у нас Куча клубов с юга Нет РПЛ должна быть Осень-весна И никак иначе Но Для ПФЛ Удобнее весна-осень ПФЛ у нас по полгода Не играет И Там получается так что Команде нужно платить Зарплату В течение того периода Когда она не играет в футбол И из-за этого Спонсоры сливаются Так Ребятки 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 Ребятушки Ребята Мой прогноз На Арсенал Мой прогноз На Арсенал Это то что Локомотив должен Не проиграть Арсеналу И научиться Забивать голы Если мы Вспомним Что такое Забивать голы То Наверное У нас Будет более-менее Позитивно Я не знаю В каком состоянии Арсенал Я не смотрел Что у них там Происходило В межсезонье Команда По весне Была одна из слабейших Одна из худших Терпела Невероятное Бедствие Но У нас с ними Получился при этом Достаточно тяжелый Матч Что я хочу Это Того Чтобы локомотив Начал забивать С игры И создавать Моменты с игры История Про то что Локомотив Создает 0.5 Иксж И забивает Два гола Меня Наверное Очень скоро Перестанет устраивать Меня это Уже немножко Бесит Но Качество игры Локомотива В принципе Позволяет Надеяться На победу Как тогда ПФЛ будет работать В три круга Что ли Играть будут Чтобы закончить Аккурат к окончанию Сезона ФНЛ А ФНЛ Будет к окончанию РПЛ Нет ФНЛ у нас будет Два чемпионата В сезон Проводить Весенний И осенний По итогам Весеннего чемпионата Поднимаются Команды В РПЛ По итогам Осеннего чемпионата Поднимаются Команды Из ПФЛ ПФЛ Полностью На весна Осень А ФНЛ Два чемпионата Проводит Завтра Встретимся Завтра Встретимся На матче Казанки Как это Ну я же Объяснил Читай Сейчас это Везде На каждом Спортивном ресурсе Все расписано Завтра Встретимся На матче Казанки Матч Казанки В час Против волны Нижегородской Я надеюсь Что меня пустят На западную Трибуну И мне По крайней мере Не придется Сидеть против солнца Но ничего Не гарантирую Опять же Запрос В пресс-службу Я послал А если кто-то В этой самой Пресс-службе Вопрос Открытый Это Старт ПФЛ Да Это первый Тур ПФЛ Но если нет Просто посмотрим Матч с восточной Трибуны Буду вам против солнца Снимать Буду рассказывать Что я вижу Видеть скорее всего Буду не очень много Надеюсь Что там будет Продаваться вода Но в общем Думаю Что будет весело Приходите Завтра около часу Ну может быть Без 15 Час Покажу вам Как ПФЛ На Сапсанарене Проходит Расскажу вам О мальцах Из Казанки Ну а сегодня Все Пока Спасибо за то Что были Не очень грустите Это всего лишь Суперкубок Это всего лишь Очередной Товарищеский матч С повышенной ответственностью Который Локомотив Проиграл Бывает Бывает Но главный матч впереди Ах да Рейд Рейд же еще Рейд 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 Там ЖМ вроде стримит Где ЖМ стримит Поэтому Пойдем Вместе с ней Смотреть стримушку Передавайте Привет Привет